Здравствуйте, уважаемые участники, мы рады приветствовать вас сегодня на нашей лекции проявления мировоззренческого отношения Бог-Мир в общении современных мусульман мультимодальная перспектива, который прочитает кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры психологии, религии и педагогики Международной Исламской Академии Узбекистана Камиль Насибула. Меня зовут Наталья Малиновская, я буду модерировать сегодняшнюю лекцию. Наши лекции проходят в рамках серии лекций об актуальных вопросах исламоведения, которые организовывают Международный институт исламской мысли для участников и стран СНГ, которые читают ученые из разных стран мира. Напомню, что все прошлые лекции вы можете просмотреть на YouTube-канале Института интеграции знаний. И напомню еще несколько слов о формате наших лекций. Лекция состоит из двух половин. В первой у нас будет возможность услышать сегодняшнюю лекцию. Во время этого вы можете записывать ваши вопросы в чате. И во второй половине у нас будет время как раз для общения, для вопросов, комментариев, которые вы можете задать нашему уважаемому лектору. Общая продолжительность лекции – полтора часа. Обращаю внимание, что у нас ведется запись лекции. Соответственно, все зарегистрированные участники получат ссылку на сегодняшнюю лекцию. А также она будет доступна к просмотру в ближайшие дни на YouTube-канале Института интеграции знаний. И дальше мы будем уже переходить к представлению нашего сегодняшнего лектора. Еще раз с удовольствием представляю доктор Насибулов Камиль Исхакович. Он окончил Казанский государственный университет по специальности психология, защитил кандидатскую диссертацию по психологии, специальность общая психология, психология личности и история психологии. Основные научные интересы – психология ислама, исламское образование. На следующее время работает преподавателем кафедры психологии, религии и педагогики Международной Исламской Академии из Пакистана. И я передаю с удовольствием слово, пожалуйста, уважаемый доктор Камиль. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Все, кто подключился, рад вас сегодня видеть на своей лекции. Хочу, прежде всего, поблагодарить Международный институт исламских знаний за такое приглашение и возможность выступить, рассказать о своих научных исследованиях, об интересах. И, надеюсь, получить обратную связь, вопросы, обсуждения. Я попробую сейчас подключить экран. Да, вот презентация. Хорошо ли видно? Да, абсолютно. Действительно, моя тема касается в большей степени именно психологии религии, точнее, психологии ислама. Это, с одной стороны, отрасль психологии, а с другой стороны, я вижу ее как часть общих исламовических исследований. И, действительно, в этом смысле это направление довольно-таки, скажем, малоизученное. И здесь не так много исследователей. В основном, когда мы думаем о исламоведении, это в основном историки, культурологи, социологи. Но нечасто здесь работают психологи, и поэтому мне вдвойне приятно, что вы находитесь на моей лекции, и эта тема вас заинтересовала. Сегодня мы будем говорить очень много о жестах, о жестикуляции и тому, как это можно осмыслять, когда общаются между собой мусульмане, как эти жесты используются и какой смысл они в себе несут. Наверное, когда мы говорим о жестах мусульман, чаще всего перед нашими глазами встает жест, то есть, когда поднят указательный палец вверх. Узнаваемый очень жест. И в основном, когда он используется в общественном пространстве, мы его воспринимаем как проявление веры в ислам, вера в единобожие, или даже признание своим единобожьим манифестации своих вероубеждений. Нередко этот жест используют и публичные люди. Вот здесь тоже вы видите фотографию российского спортсмена, борца, довольно известного человека в мире, Хабиба Нурма Махамедова, который тоже этот жест использует, часто побеждая в своих поединках. Использовал. Другой часто встречающий жест, тоже хорошо знакомый для мусульмана. Часто его называют дуа, то есть мольба или молитва, опрощенная к Богу, связанная с какими-то пожеланиями, может быть, либо просьбой в отношении себя или близких, окружающих людей. И часто это тоже жест совершается в вертикальном положении, когда руки направлены вверх и могут даже подниматься вверх. И взгляд тоже направлен либо вверх, либо бывает, что вниз. Эти жесты понятны и привычны. Но вот что касается меня, то есть и моего интереса к жестикуляции, я начал обращать внимание, когда слушал разных исламских проповедников, что помимо, скажем, таких привычных жестов, есть особые паттерны, которые встречаются довольно-таки часто, когда выступает мусульманский проповедник. И затем я эти паттерны или стереотипы движения, можно сказать, еще стал видеть и в общении обычных мусульман. И каково было мое удивление, что посещая по своим исследовательским вопросам собрания христианских священнослужителей, видя их выступления, я отметил, что подобные жесты именно в похожем смысле используются и ими. Это, скажем, так и пробудило мой первоначальный исследовательский интерес понять, как же используются жесты в коммуникации. Вообще, понятие жеста, сейчас перейдем к этому, жесты и жестикуляции – это довольно-таки большая область современных исследований. В основном этим занимаются психологи, и также часто этим занимаются лингвисты. И к настоящему времени это значительно разработанная область эмпирических знаний. И на самом деле многое уже стало понятным. Поэтому, так как, наверное, здесь присутствуют, возможно, и непсихологи, либо психологи, незнакомые с этой отраслью знаний, я бы вот в начале лекции хотел бы немножко посвятить вот именно психологии и лингвистике, объяснить, как я понимаю основные понятия, и как я сформулировал исследовательскую задачу. И уже после этого перейти к описанию результатов исследований, которые будут касаться в первую очередь анализа коммуникации, выступлений мусульманских проповедников. И в дальнейшем также я хотел бы рассказать о том, как похожие жесты и жестикуляции используются в обычной коммуникации обычных мусульман. Ну вот начну, наверное, с базового понятия. Понятие жеста известная исследовательница, лингвист Гришина определяет жест таким образом, что жест – это двусторонний знак, имеющий означающее, то есть это движение того или иного органа человеческого тела и означаемое, то есть значение и смысл этого знака, который вкладывается туда самим человеком и как-то считывается тем, кто этот знак воспринимает. Отмечаются ей важные параметры жестов. Ну, это, во-первых, контролируемость или, можно сказать, произвольность жеста. То есть этот жест – это нерефлекторное действие, он может быть по воле, скажем, говорящего, сдержан или непроизведен. То есть это часто контролируемое действие. И второй момент – это бескорыстие жеста. То есть у жеста, в отличие от других многих человеческих действий, нет специальной практической или утилитарной цели. Что здесь имеется в виду? То есть обычно мы совершаем действие с целью что-то изменить в пространстве вокруг себя. Например, что-то взять и поставить, например, на полку. То есть вот мы что-то меняем в этом пространстве. Жесты же несут в себе именно коммуникативную функцию, но специальную функцию трансформации, то есть какой-то работы, так можно сказать, они не выполняют. Также важным понятием является мультимодальность в коммуникации, термин, который я вынес и в заглавие своей лекции. Этот термин сейчас становится все более и более популярным в самых разных социальных и гуманитарных науках. Гришина, например, говорит об этом так, что это включение, использование коммуницирующими субъектами всех возможных модусов для передачи и приема информации. То есть мультимодальность – это, скажем так, более расширенный и, возможно, более современный взгляд на коммуникацию между людьми. То есть включающая в себя помимо речи, анализировать которую, понимаете, мы привыкли, и есть масса методов в социальных и гуманитарных науках для понимания этих особенностей речевой продукции. Но коммуникация не включает только речь. И помимо этого она включает в себя фонетику, фонетические аспекты, например, интонирование, какие-то интенсионные акценты, которые вставляет человек, когда говорит. Собственно, жестикуляцию, реакции тела, физиологические реакции, например, улыбка, покраснение кожи, сужение зрачков тоже может нести коммуникативную роль. Если мы говорим не только о прямой коммуникации, например, о письменной речи, то характеристики почерка и выбираемого человеком шрифта также могут быть носителем информации. А если мы говорим о цифровых носителях и средствах массовой информации, то, конечно, сочетание текста, видео, графики также является способом передачи информации. Поэтому мультимодальность, термин, становяющийся привычный, возможно, вам тоже хорошо знакомый, который расширяет наш взгляд на саму речь и коммуникацию. То есть мы должны как будто бы видеть в ней не только вот эту вот содержательную составляющую, но также вот другие символические системы. В своей лекции я, конечно же, буду останавливаться только на части этой мультимодальной, скажем, этого мультимодального спектра. Я буду говорить о жестикуляции и даже не о всей жестикуляции в целом, а только о ее части. И здесь хочу вас тоже познакомить с некоторыми взглядами именно в психологии, касающиеся жестов, уже ставшие классические работы Кендена. В них он предлагает различать жесты по трем основным параметрам. Первый. Насколько жесты должны сопровождаться речью? Или жесты могут быть без речи? Второе. Можно ли сказать, что жесты имеют какое-то системное строение, напоминающее язык? И третье. Насколько этот жест встречается в коммуникации? Либо он как бы создается в данный момент самим говорящим? Кенден описал ключевые типы жестов. И его описание теперь пользуется большинством исследователей в этой области. И вот один из его последователей, Макнил, предложил расположить, типологизировать, так скажем, жесты Кендена вдоль некой оси, который назвал ее Continuum Кендена, и этот термин закрепился. И таким образом типологизировать жесты можно, следуя Макнилу, следующим образом, мне его идея очень нравится. Это, во-первых, жестикуляция, то есть, где речь и жесты сопровождают друг друга. Потом, language-like gestures, это, значит, означают знаки, жесты, похожие на речь. То есть, если я показываю палец вверх, то, наверное, меня все понимают, что я что-то одобряю. То есть, это жесты довольно-таки общепринятые, например. Пантомима. То есть, когда я выражаю при помощи тела, например, пожимая плечи, я показываю, что не совсем понимаю, о чем человек говорит. эмблемы, например, вот тот жест, который я показывал в начале, который, например, направлен указательный палец вверх, мы можем рассматривать как эмблему. И, наконец, значит, языки глухонемых или специальные знаковые языки, то есть, которые совсем не нуждаются в присутствии речи. Вот если смотреть от жестикуляции и далее, то обязательность сопровождающей речи постепенно спадает и увеличивается лингвистичность. То есть, если мы смотрим, например, язык глухонемых, то он уже, по сути, организован во многом по принципам нашей обычной речи. И возрастает социальная урегулированность манеры исполнения жеста. То есть, он становится все более узнаваемым и менее таким спонтанным, оригинальным. Вот мое внимание как раз привлекла жестикуляция, следуя этому континиуму Кендена, то есть, именно жесты, которые сопровождают речь, еще их называют речевыми жестами. То есть, наверное, они наиболее сложны для интерпретации и необходимо для их понимания подключать анализ речевого потока. Часто они не образуют целостной системы, сходной собственной языковой системой и в полной мере характерны для, например, языка глухонемых. И часто они производятся спонтанно и не имеют каких-то четко очерченных, социально отрегулированных форм воспроизводства. Вот именно на эти жесты я бы хотел обратить внимание. Как же связаны между собой жесты и речь? Опять-таки здесь мы видим достаточно большое количество исследований, особенно в области когнитивной психологии. И в настоящее время проведены множество разнообразных, оригинальных, порой очень остроумных экспериментов, которые показывают эту взаимосвязь между речью и движениями, то есть растикуляцией. Вот я взял одну из моделей, наверное, нельзя сказать, что она самая правильная или самая точная, но она мне нравится тем, что это уже во многом результат длительной дискуссии, которая была в этой области, и она впитала в себя ключевые идеи, которые были открыты ранее. Они назвали ее разработчики Кита и Азерек, назвали ее модель интерфейса. Может быть, на первый взгляд эта модель кажется сложной, но сейчас я вам объясню, и я думаю, что сложности не возникнет. Нам главное здесь уловить важные интуиции, которые сейчас уже понятны многим исследователям жестов, и эта схема ее неплохо передает. Конечно, когда мы начинаем говорить, то есть мы опираемся на некоторые знания. Вот walking memory это как раз описание того, знание предмета разговора, о чем мы будем говорить, и знание характеристик движения, которые мы можем при этом совершать, какой-то опыт, например, жестикуляции, поведения и так далее. Начинается все с планирования, communication planner, это важнейший этап, это намерение, что я хочу сказать. Например, я хочу сегодня вам прочитать лекцию, у меня у меня это есть намерение, но оно пока еще не сформулировано точно, то есть невербально-невербально, я просто этого хочу, но при этом уже на уровне намерения я учитываю environment, окружение, то есть где я буду это говорить, в каком пространстве, онлайн или онфлайн, например, если это будет оффлайн, какой будет уровень шума, дистанция между говорящими, то есть я это уже принимаю во внимание. И также, с другой стороны, я учитываю дискурсивную модель, то есть какой стиль речи я буду выбирать, то есть это будет академический, например, стиль речи или более такой житейский, популярный, понятный не только ученым, то есть это уже я начинаю размышлять об этом на этапе своего намерения прочитать лекцию. И в дальнейшем мое намерение разбивается как бы на два важных подпункта, то есть вот action generator это как бы мое сознание начинает продуцировать идею, а как это выразить в пространственном отношении, то есть через действие. И с другой стороны, я размышляю, как об этом говорить содержательно, через речь. И важно то, что специалисты в этой области разделяют как бы эти две инстанции, две точки сборки нашего сообщения, то есть это всегда и движение, это всегда еще и речь. И эти как бы две позиции, они при этом взаимодействуют между собой, то есть обмениваясь как бы информациями, идеями. И когда-то, например, движение может выходить на первый план, а где-то речь может выходить на первый план. То есть, например, я могу сказать такую фразу, что вот сейчас я вам расскажу несколько тем своей лекции и сопровождая это вот такими разделяющими жестами. То есть здесь как бы то, что я говорю, это несет важнейшую информацию моего сообщения, а жест он просто сопровождает, поясняет, показывает, что это будет некое периодическое действие, следующее друг за другом. Бывают и ситуации, они, конечно, бывают реже, когда жесты являются несущими информацию сообщениями. То есть, например, меня спрашивают, как я к чему-то отношусь. Я отвечаю вот так и показываю палец поднятый вверх. То есть, здесь получается жест как бы несет главную информацию, а речь подготавливает к восприятию того, как я реагирую. То есть, отношения речевого потока и жестикуляции их можно написать как такой танец своеобразный, где один из партнеров ведущий, другой ведомый, но эти роли могут в каких-то контекстах меняться. Вот это, наверное, основная идея, что это не параллельные независимые друг от друга потоки, либо жесты полностью зависят от того, что говорится. Нет, это достаточно самостоятельные продукты, которые в сообщении каким-то образом обмениваются информацией и взаимно меняются. И в дальнейшем, конечно, уже здесь мы после того, как мы сгенерировали сообщения, сгенерировали действия, уже идет исполнение, то есть, некоторые моторные реакции, контроль ее, и это производит жест. И вот формулятор, то есть, это некое уже создание речи, то есть, предложений, фраз, способов, опираясь на лексикон, то есть, на набор слов, знаний, я формулирую свою речь. Таким образом, вот, наверное, сейчас эта схема стала более понятной, то есть, она просто показывает для нас, как сейчас многие психологи понимают, как формируется жестикуляция и как формируется речь. Предметом моих исследований является, опять-таки, не вся, мы еще немножко сузим, да, предмет исследования, не вся речь, а именно особый вид жестов, да, я уже говорил, что я наблюдал у мусульман и у христиан, у проповедников использование жестов вот в вертикальном таком разрезе, то есть, сверху внизу, внизу вверх. Подобные жесты называются еще метафорическими жестами. Это жесты, которые используют пространственные отношения. Это может быть вверх-вниз, но не только. Например, право-влево, вперед-назад, центр-периферия. Название таким жестом пошло от очень важного для лингвистов и исследователей жестикуляции речи специалистов Лохоффа и Джонсона. Известные книги метафоры, которыми мы живем. Они выделяют один из видов метафорических концептов, которые в изобилии присутствуют в нашей речи. Это ориентационные метафоры, то есть, которые на самом деле образуют целую систему концептов относительно пространственной системы. Эти слова мы используем часто автоматически, не осознавая, что они обращаются к нашему опыту взаимодействия из пространства. Вот, например, мы говорим о какой-то своей важной цели в жизни. Мы говорим, эта цель нам превыше всего. То есть, на самом деле, опираясь на наш опыт восприятия пространства, что что-то находится выше нас. Или мы говорим о человеке, который отступил от своих целей, задач, мы говорим, он дал назад. То есть, опять-таки, говоря, что он отступает от какой-то, опять-таки, пространственная характеристика. Говоря о будущем, мы можем сказать, впереди нас ждет. Опять-таки, обращаясь к нашему телесному пространственному опыту. Или говоря, например, о какой-то нравственной проблеме этого человека, мы говорим, ты пал очень низко. То есть, эти понятия, они включаются в нашу речь. Но, как показали исследователи, жесты выполняют примерно такую же функцию. То есть, обращаясь, указывая в тех или иных направлениях пространства, мы можем также выражать некоторые абстрактные или связанные с другими явлениями жизни темы. То есть, жесты также могут быть метафорическими. И вот, когда я анализировал жесты, я именно обращал внимание на большей степени вот эту разновидность. Следующий момент связанный с исследованием жестов, это вопрос их аннотирования. То есть, именно фиксации. Вообще, конечно же, те исследователи, которые используют качественную методологию, например, берут интервью, нередко они, помимо, скажем, записи собственно речи, то, что говорит человек, порой выставляют некоторые акценты, например, паузы, покашливание, да, то есть, иногда даже жесты, которые выражают какую-то важную мысль в этом сообщении. Но это происходит довольно-таки редко, надо сказать. Когда же мы фиксируем вот эту мультимодальную перспективу на речь, то здесь, конечно, необходимо анализировать и аннотировать все жесты. И сейчас, к счастью, разработан уже богатый, скажем, язык описания для жестов. Ну вот, одна из схем, например, я хотел привести, как описываются жестикуляции руками, например, да, в основном вот эта схема, предложена Макмилом, он показывает, что в основном, когда мы жестикулируем руками, это происходит в центре, да, то есть, прямо перед нами. Это центр-центр, либо просто центр. То есть, в основном ключевые жесты находятся здесь. А часть информации, часть жестов могут перемещаться на периферию, и это тоже какое-то значение имеет. То есть, например, когда мы аннотируем, мы можем указать, в какой зоне находится жест, тот или иной. Ну, это как бы достаточно трудоемкая, скажем так, способ фиксации информации, но вот если мы хотим получить больше понимания коммуникации, то вот уже такой язык существует. Сейчас я перейду уже к изложению некоторых своих наблюдений, результатов исследований именно жестикуляции и начну с вот первого анализа одной из проповедей, которую я бы хотел проанализировать именно с точки зрения пространственной ориентации верха и низа. То есть, оратор, мусульманский проповедник рассказывает историю и очень наглядно и, я бы сказал, эффектно использует жесты, направленные вверх и направленные вниз. Я буду показывать также фотографии этого человека, при этом где-то, я надеюсь, меня тоже видно, я буду, чтобы была видна динамика, сопровождать это жестами, чтобы вы видели, как это примерно делалось. Значит, это рассказ о должнике. Он говорит о мужчине, который жил еще во время халифата и который из-за своей бедности оказался в сложном финансовом положении, накопив долг в 500 динаров. Чтобы покрыть долги, он обратился к помощи богатому торговцу, который дал ему необходимую сумму. Потом торговец потребовал вернуть долг, но мужчина не имел средств для оплаты. Тогда он был предан суду, и судья сказал, что он его посадит в тюрьму, пока он не выплатит долг. Тогда значит, вот этот человек, бедняк попросил разрешения отлучиться на один день, чтобы попрощаться с семьей. И хотя судья не хотел его отпускать, он сказал, что оставляет в качестве поручителя пророка Мухаммада. И это, так как судья был сам мусульманином, убедило судью отпустить его на один день. Далее происходит чудесная история. Во сне мужчине является пророк, который указывает ему способ, как разрешить ситуацию. Он говорит, обратись к Вали, к казначею, и попроси его дать тебе денег. Как же он даст мне денег, спрашивает этот человек. Он же не поверит мне. Знаешь, говорит, этот человек каждый день завершает тысячу салаватов. То есть, он читает благодарность Аллаху тысячу раз. Но вчера он пропустил это. Ты скажи, что я знаю об этом, и что я прощаю ему это. и если он простит тебе долг, то ему засчитается вот эти тысячи салаватов. Значит, мужчина наутро является казначею, просит ему денег и рассказывает историю. И казначей озадачен, потому что он никому, оказывается, не говорил об этом, что он каждый день возносит тысячу салаватов. И что прошлый день он пропустил, оказывается, он восхищен, потрясен и дает ему деньги, добавляет еще сверху от себя. То есть не только 500 динаров, но даже больше. После этого должник идет к судье, и там происходит тоже эта чудесная ситуация. Оказалось, что и судье приснился пророк Мухаммед и сказал, помоги этому человеку, и если ты мне поможешь, я заступлюсь за тебя на том свете. И судья дает ему свои деньги, чтобы он мог рассчитаться с долгом. Тут является торговец, и история снова повторяется. Он говорит, что видел пророка во сне, и что он прощает долг мужчине, дает ему еще больше. И вот мы видим, что несколько есть интераций этой истории, которая сопровождается, по сути, как оказалось, довольно похожими жестами. Да, вот мужчина здесь потом возвращается домой, рассчитывается с долгами, и все заканчивается благополучно. Вот очень интересный жест, который мы с которого в общем-то и начали, то есть указательный палец направленный вверх. Этот жест наш проповедник использует тоже довольно часто, и в каком контексте. Например, вот первая фотография, вы можете видеть направленное вверх, пророк с алейхи в алейхи в алейхи в ассалям. То есть, говоря о пророке, он поднимает руку вверх и показывает как бы в сторону выше от себя, то есть, обращаясь к его авторитету. В следующем фрагменте он говорит по воле Всевышнего Аллаха. То есть, опять-таки, только указательный палец вверх, но уже в этом случае он указывает не на пророка Мухаммада, а как бы обращается к авторитету самого Аллаха. Третье, да, то есть, оставить за себя поручителем великого пророка Мухаммада. Вот здесь вот тоже мы видим движение снизу вверх указания, но уже оно совершается не пальцем, а всей ладонью. Но по смыслу мы видим, что оно несет то же самое значение, что это как бы обращение к авторитету пророка Мухаммада. Вот другие примеры. Он говорит поклялся в Аллахе, опять-таки поднимает палец вверх, то есть, клянусь Аллахом. Сам Мухаммад, то есть, опять-таки, указывая на пророка. Или вот случай с Кады, когда Кады говорит, что ты, то есть, должник, причина того, что я пророка во сне увидел. И опять-таки он поднимает руку вверх, как бы указывая на вот этот авторитет. То есть, мы видим, что довольно-таки устойчивый способ здесь жестикуляции, когда обращение вверх, причем в таком часто одном и том же виде, то есть, когда указательный палец отделен от руки, да, а рука сжата немного, это жест повторяется. Но нередко он выражает не одно значение, не только, например, Аллаха, он означает пророка Мухаммада. Где-то в других частях и в других проповедях я видел, что это может выражать ислам, понятие, шариат или, например, закон. Теперь посмотрим жесты, которые обращаются сверху вниз. То есть, как оказалось, они тоже используются, отделяя указательный палец. Но здесь уже направление движения идет как бы сверху вниз, как бы указывая, направляя, что-то как бы предписывая. Вот, например, здесь. И мы видим, что в основном этим жестом иллюстрируется высказывание пророка Мухаммада, которое он говорит во сне этим людям. Например, пророк Мухаммад, завтра пойдешь к валии, говорит он должнику. То есть, это указание. Или пророк с алейхи вальсалям требует, то есть, этим жестом выделяется, что необходимо сделать. Или пророк Мухаммад, твой салават принят, как будто ты его сделал тысячу раз. Или он говорит, пророк Мухаммад, вот так скажи, он говорит должнику. Или вот еще, должник передает слова пророка Мухаммада, ты каждый день прославляешь пророка, то есть, он подтверждает то, что делает этот человек. Таким образом, направление движения руки, то есть, может быть, и при помощи пальца, или вот вы видите нижнюю фотографию, опять-таки, это может быть нередко вот такое рубящее движение сверху вниз, ребром ладони. Но все они примерно несут одно и то же смысловое значение, то есть, выполнение требований, выполнение предписаний, некое указание от религиозного авторитета. Вот так мы можем это описать. И здесь я хочу сделать небольшое исламоведческое отступление и осмыслить, как это, может быть, отражает религиозную доктрину и исламское мировоззрение. Здесь мне очень помогла и дала много идей теория известного российского следователя ислама, философа Андрея Смирнова. Она достаточно хорошо известна в России, возможно, за пределами. Это философский взгляд на ислам, он сравнивает между собой европейскую картину мира и исламскую картину мира и показывает, что где-то в своих способах осмысления арабо-мусульманская картина мира выстроена иначе, на процессуальных принципах. Теория Смирнова довольно-таки обширна и глубока, он написал много книг об этом, поэтому здесь у меня нет возможности посвятить много времени его идеям, но несколько важных моментов, идей, которые он говорит, я бы хотел здесь использовать. Он говорит, что в основе арабо-мусульманской картины мира лежит понимание единобожия, монотеизма, выраженное в шахаде, то есть о том, что есть Бог, Он единственный и есть мир, который находится под его создан им и находится под его властью. Идею, концепцию единственности Бога Смирнов переосмыслил таким образом, он подчеркивает, что Бог является истинным источником всех действий в мире, все по воле Аллаха, и что Бог и мир, хотя и различные, принципиально различные, но взаимосвязанные сущности, где Бог является активным действователем, то есть все исходит из него, а мир является претерпевающим. Таким образом, есть такая очень четкая иерархия Бога и мира. И вот эта принципиальная конструкция, представление, оно объединяет различные направления в исламе, по мнению Смирнова, и отражает идею о том, что любые наблюдаемые процессы в окружающем нас мире отражают эту базовую структуру взаимоотношений Бога, по воле которого все происходит, и мира, где все это происходит. И мне кажется, когда мы размышляем о жестах, то есть в каком-то смысле можно сказать, что это иерархическое отношение, то есть некого активного начала и претерпевающего мы можем видеть и здесь. То есть когда верх в какой-то смысле ассоциируется с Богом, либо с тем, что связано с этим сакральным, с этой силой божественной, а низ это как бы то, что претерпевает, то, на что идет воздействие, то, на что указано и что меняется. Вот это отношение пространственное я предлагаю осмысливать как иерархическое, называть иерархическим отношением. То есть когда мировоззренческое отношение проецируется на пространство. И таким образом мы можем описать способ взаимодействия я думаю верующего человека с окружающим миром, который основан на бинарном разделении тех или иных пространственно-временных аспектов мира и осмысления их как неравнозначных с опорой на исламское мировоззрение. То есть в этом случае как бы верх будет восприниматься не только как бог, а он будет восприниматься с целой совокупностью понятий, например, как Коран, пророк, шариат, закон, а низ как действие мусульманина, как поступки, как то, что происходит в мире. И эти два направления, то есть вверх и вниз, они как раз в жестикуляции по-видимому и образуют главный мер высказывания. То есть что либо это направление вверх, когда мы обращаемся к авторитету, указываем на него, ссылаемся на его значение, либо же вниз от авторитета, когда мы говорим о необходимости подчиняться и правильно выполнять требования шариата. Теперь обратимся к следующим проповедям. Вот возникает, наверное, естественный вопрос, а может ли быть такое, что это иерархическое отношение проецируется и на другие пространственные ориентации, например, на право-влево, на центр-периферия. И вот я тоже задался этим вопросом и обратил внимание, что действительно и другие, скажем так, жесты мы тоже рассматривать можем как иерархические связанные. Вот проповедник рассказывает, говорит проповедь на тему заблудших, то есть о том, о людях, которые следуют исламу верно и те, которые искажают его либо уходят от него. И здесь вот в одном высказывании мы видим использование именно отношений пространственных центров и периферии. Ну вот когда я говорю о центре-периферии, предлагаю вспомнить схему Макнила, который говорил, что центр это центр жестикуляции, именно это я имею в виду, что когда что-то происходит перед собой, когда человек говорит и что-то делает, именно жестикулирует напротив себя, и периферия то, что выходит за рамки вот этого центра жестикуляции. Давайте вот посмотрим, как рассказывает этот проповедник. Вот его фраза. Быть вместе с заблудшими, вместе с неверующими, вместе с теми, кто насмехается над религией. И в это время он одной рукой, как вы видите, показывает в сторону, то есть три раза указывая, что эти люди находятся вне центра, где-то в стороне от него. И потом он переходит к следующей фразе. Он говорит, значит, если мы здесь и показывает перед собой, то есть не с заблудшими, неверующими, насмехающимися над исламом. И здесь вот показывая перед собой, он говорит и о себе в том числе, то есть мы, как мусульмане, я о том числе, и о тех, кто присутствует на этом собрании, слушает его проповедь. И это вообще не касается, по-видимому, и всех мусульман в целом, которые не являются заблудшими, неверующими и насмехающимися. То есть здесь вот центр, он как бы ассоциируется в жестикуляции с исламской умой, можно сказать, следующими ислами и теми, кто ему не следует. То есть, как мы видим, вот это иерархическое отношение здесь тоже существует, но приобретает совсем другой смысл, уже разделение между разными типами верующих и неверующих. Вот другой пример того же рода. Например, он говорит так, смотрим, что у нас есть, что Аллах нам даровал, и обе руки подносят к своему сердцу. То есть, это тоже центр жестикуляции. И позже говорит, хотя мы смотрим на многих и видим, что этого там нет, и указывает двумя руками в сторону, как бы на тех людей, которым эти дары не даны, которые их не обрели. То есть, тоже вот такая бинарная иерархия здесь видна. Вот это вот разделение на центре периферии может встречаться как в одном высказывании, так и по отдельности. То есть, вот, например, тот же проповедник, говоря о мусульманах, правоверных мусульманах, вот так вот активно сближает две ладони перед собой, говоря, знающие все фарбы, знающие важнейшие харамы, знающие требования мусульманского шариата. Или, например, он силой сжимает перед собой кулак и говорит, мы верим, мы принимаем Коран. То есть, здесь тоже как будто он ацентирует на именно пространстве перед собой. Хотя жесты, как мы видим, довольно-таки отличающиеся, и сутью именно жестикуляции является акцент на неком пространственном положении руки. А противоположные жесты, я вот их называю удаляющие жесты, и довольно часто можно их видеть и в обычной коммуникации мусульман, как будто бы рукой что-то отбрасывается от центра, то есть перед собой, как будто что-то откидывается. Вот, например, здесь проповедник говорит, среди нас нет такого человека, который в Коран не верит и делает такой отбрасывающий жест, как будто бы вот здесь в центре находятся мусульмане, которые верят в Коран, но тех людей, которые не верят, их здесь нет, потому что они отброшены в сторону. Или вот другое применение удаляющего жеста. Те, которые не уверовали в Коран, не уверовали в пророка Мухаммада. Здесь проповедник жестикулирует двумя руками, то есть сначала он отбрасывает одной рукой, говоря, что они не уверовали в Коран, и потом отбрасывает другой рукой, не уверовали их пророка Мухаммада. То есть, опять-таки, это очень разные жесты, но смысл один и тот же, что-то убрать из центра, потому что центр как бы ассоциирован, маркирован принадлежностью к мусульманскому сообществу, к мусульманам. Теперь обратимся к маркированию право-влево. Оказалось, что здесь тоже мы можем найти иерархическое отношение. Вот тоже небольшой пример из еще одной проповеди, где проповедник рассказывает, говорит следующие слова. Сегодня мы разделились, потому что сладая любовь к Аллаху и его посланнику, с Аллаху к Устазам и Аулия, к нашим праведным предкам, ко всем мусульманам. Осталось только одно – любовь к самим себе. Из-за этого я делаю то, что желает мой нас, делаю то, что мне кажется правильным. И когда проповедник говорит о любви к Аллаху и его посланнику, к Устазам и Аулия, он как бы жестикует не только руками, которые сведены перед собой, но он наклоняется всем телом в одну сторону. Когда же он говорит о навсе, то есть о том, что хочется мне, о моем эго, то есть он наклоняется в другую сторону, то есть маркируя правую сторону любовью к Аллаху и его посланнику, а левую сторону маркируя тем, что является моим эгоистическим желанием. То есть правый и левый здесь тоже обретают такой иерархический смысл, как мы можем видеть. Подобные жесты мы можем видеть и у предыдущего проповедника. Например, здесь вот он говорит закон «это можно, это нельзя». И он на самом деле показывает двумя руками в одну сторону сначала, показывая, что это можно, и потом в другую сторону «это нельзя». пророк пророк сказал «это вещь харам, это нельзя», и он отводит одну руку в сторону, а эта вещь фарт, фаджип, это можно, и он ведет рукой в другую сторону, показывая, что правое это об одном, то есть о правильном, а левое о том, что неправильно. То есть здесь опять-таки правое и левое приобретают религиозный смысл, можно сказать, жестикуляции. Зададимся вопросом, каким же образом так получается, почему вот у разных мусульман, можно сказать, у разных ораторов примерно одни и те же жесты, то есть примерно одно и то же понимание пространственных ориентаций. Это случайность или возможно эти аспекты как-то заложены в исламской культуре. Я думаю, скорее второе будет верным. Снова обращаясь к Лохову и Джонсону, мы можем проанализировать священные источники ислама и богословскую литературу и внимательно читая, мы можем найти действительно, что они изобилуют ориентационными метафорами или же определенным образом маркируют пространственные ориентации. Даже, например, если взять ритуальную фразу «Аллах Акбар», «Аллах Велик», то она тоже, в принципе, может быть осмысленна как ориентационная метафора, то есть отражающая превосходство, величину Аллаха, то, что он больше или превосходит то, что мы знаем. То есть это так или иначе отсылает к нашему представлению о размере. В 16-м аяте Суры Каф высказывание такое есть. Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы ближе к нему, чем его еремная вена. Здесь тоже отношения человека и Бога описываются через пространство, через отношения ближе и дальше. Хадис пророка Мухаммада использует ту же метафору для отношения человека и Бога. Если раб приблизится ко мне на пять, это как бы от имени Аллаха, я приближусь к нему на локоть. Если он приблизится ко мне на локоть, я приближусь к нему на сажень. Если он направится ко мне шагом, то я брошусь к нему бегом. Опять-таки отношения ближе дальше, движение, то есть пространственные аспекты выступают сакральных отношений с Аллахом. Если мы внимательно посмотрим на имена, атрибуты Аллаха, то их также мы сможем с точки лингвистики осмыслить как ориентационные метафоры. Например, Аль-Мукадзим приближающий, отдаляющий, уменьшающий, увеличивающий, принижающий, возвышающий и так далее. Согласно исламской сатологии, всем людям в день суда будет вручена книга их деяний. Праведники, уверовавшие в Аллаха, служившие ему и совершавшие благие деяния, получат книгу деяний справа, а грешникам и неверующим в день суда плодут книгу деяний слева. То есть как будто бы это тоже имеет значение. То есть право и лево здесь имеют разный сакральный смысл. Также, согласно преданию, каждого человека сопровождают два ангела, один из которых находится по правую сторону человека, другой по левую. Причем ангел справа записывает только добрые дела человека, а ангел слева его грехи. Таким образом, правые и левые через такие рассказы приобретают в сознании верующего особый смысл. Также, следуя Лакову и Джонсону, следует понимать, что пространственные отношения, их понимание возникает благодаря тому, что мы испытываем примерно один и тот же опыт. Это они называют эмпирическим основанием наших метафор, что, например, пространственные отношения мы хорошо понимаем, потому что, например, во время приседаний мы чувствуем верх и низ, то есть наблюдая за встающим солнцем или поднимаясь на гору или взрослея, когда взрослые кажутся нам намного больше, и они еще носители авторитета, силы, власти над нами. И вот это отношение верха и низа, это возможно тоже переживание нашего детского опыта. И особое внимание, конечно, они уделяли, это, я думаю, верно, религиозному ритуалу, потому что ритуалы это тоже источник общего сенсорного опыта для верующих. И поэтому здесь, конечно же, мы можем думать, что, например, такие исламские ритуалы, как намаз, и, кстати, здесь очень интересен смысл поднимания пальца во время ташахуда, совершения намаза, хадж, зикр и другие исламские ритуалы также могут быть источником вот такого понимания пространства. Честно говоря, я даже планировал во время лекции детально посвятить намазу и хаджу и проиллюстрировать на этих ритуалах особенности движения, но потом осознал, что времени мало и я, наверное, не успею это сделать. Может быть, если будут вопросы, потом после уже лекции я постараюсь осветить это или, может быть, отдельную лекцию можно будет запланировать об этом. Ну и также, конечно, помимо ритуалов важно смотреть и на антропологические, так скажем, то есть на обычаи, сложившиеся в мусульманских сообществах. И нередко они также уже с детства как бы внушают будущему, внушают мусульманину, то есть что, допустим, правая и левая стороны, они равнозначны. То есть считается, что, например, пророк Мухаммад использовал правую руку при еде, питье, совершении омовения, одевании и так далее, а левую руку при подмывании других там причиняющих, так скажем, неудобства делах. И поэтому нередко как бы в исламских сообществах мусульманам предписывается, что с правой стороны, с правой ноги нужно или с руки начинать, например, надевание одежды, входить в мечеть, стричь ногти, усы, расчесывать волосы там давать приветствие. Например, какие-то такие неблаговидные вещи, то есть, например, подмывание, снятие одежды, входить в туалет нужно с левой стороны. То есть здесь уже мы тоже видим, что такие культурные, скажем, практики, они тоже могут формировать представление о неравнозначности тех или иных пространственных отношений, которые свойственны человеку. Ну и, наконец, обратимся к обычной коммуникации. То есть, используют ли подобные жесты мусульмане, когда общаются. И здесь в качестве исследовательского материала я использовал интервью, которое я брал у молодых мусульманок с их согласием, то есть, велась запись как речи, так и их движений во время интервью. И интервью фокусировалось на их вопросах их становления, то есть, как они приняли ислам, что это в них изменило. И поэтому мы много и часто касались вопросов веры и богословских аспектов в своем интервью. И вот одна из девушек, например, мы тоже видим, да, то есть, вот она положила руку, как вот в Ташахуде, да, это бывает, то есть, когда один палец отделен, и она поднимает его и опускает, говоря о том, как она, например, общается с другими мусульманками, которые, может быть, недостаточно выполняют предписание ислама, она говорит, осуждать нет, мягко направлять, показать на своем примере, как должен вести себя, и тут пальцы у нее поднимаются, или вели себя до нас пророки, и пальцы опускаются. То есть, здесь вот мы видим оба движения, то есть, и вверх, да, вертикальное направление, как бы указывая на авторитет пророков, которые выступают примером, и движение вниз, как бы, означающее вот это вот претерпевание, что мусульманин должен вести себя соответствующим образом, следуя примеру пророка. Вот аналогичные жесты в другом интервью. Это молодая мусульманка, которая всего около полутора лет начала читать намаз, практиковать ислам, и она рассказывает о том, как она принимала это решение, с чего решила начать. И начать изучать религию именно с единобожия, познать, что такое Бог. И вот на слове именно она делает небольшой взмах пальцем, показывая это разделение. Другой жест, но в сходном контексте девушка рассказывает о своем поступлении в мусульманское учебное заведение, в мадресе, и что это изменило в ее восприятии себя и в религиозной практике. Она говорит так, наверное, изначально уже задаток был. Может, я, получается, практически ничего нового не узнала. Коран, изучение Корана, арабский язык, остальное, как и было, практически так и осталось. Единственное, что это деяние и соблюдение всех норм и всех требований ислама. И в этот момент, когда она об этом говорит, она дважды делает такие движения, рубящие ребром ладони, говоря о том, что она выполняет предписания, которые требуют ислам. У той же респондентки можно увидеть и вот маркирование правого и левого. То есть, здесь у нее мы видим жесты, где пальцы сомкнуты и она говорит так, для этого нужно понять, какая бывает настоящая мусульманка и показывает в одну сторону руками и какая ненастоящая мусульманка показывает в другую сторону. То есть, опять-таки, правая и левая, здесь мы видим, оно имеет смысл интерпретации как выполнение требований шариата либо их недостаточное или неправильное выполнение. Ну вот, это кратко, то есть, материала на самом деле очень много. Я постарался проиллюстрировать вам, как можно анализировать жесты как в мусульманской проповеди, так и в общении обычных мусульман. Действительно, они встречаются в изобилии. Я надеюсь, у меня будет статья об этом, где уже я более подробно и тщательно опишу большее количество примеров. Но, завершая свою лекцию, я бы хотел остановиться на некоторых дополнительных моментах, которые, мне кажется, важны в связи с подобным взглядом на изучение коммуникации. Во-первых, наверное, важно сказать, что не существует какой-то специальной религиозной жестикуляции. То есть, конечно же, неверующие или немусульмане также используют эти отношения в своих жестах, то есть, вверх и вниз. Это не является какой-то монополией, что это делают только мусульмане. И сами мусульмане эти жесты используют в нерелигиозных контекстах по-другому. И поэтому важно понимать именно намерение высказывания. То есть, когда это действительно религиозное высказывание связано с догматами, то и жесты здесь они приобретают такой своеобразный религиозный смысл. То есть, в других контекстах мы должны их интерпретировать иначе. То есть, специально, наверное, религиозных жестов, жестикуляций мы не выявим. Это первый момент, который, мне кажется, важно учитывать при анализе. Я считаю, что изучение жестов это направление очень перспективное для понимания коммуникации, потому что вот эти метафорические жесты, как вы видите, связанные с пространственными отношениями, они довольно просты. И их можно понять легче, чем речевую продукцию. И они более наглядно, возможно, раскрывают базовые дискурсивные особенности высказывания, особенно вот эти отношения Бога и мира, мы в них можем увидеть. И поэтому, наверное, изучение жестикуляции может помочь исследователям не только психологам, но и антропологам, социологам, культурологам и другим представителям социальных наук и сломоведениям. Примеры и выводы, которые я сделал, я пока не считаю полностью обоснованными. И, наверное, здесь еще нужно проделать множество шагов, которые уже сделаны в этих направлениях науки. То есть, например, достаточно большая работа сделана для понимания культурной специфики жестов. То есть, там есть русский мультимодальный корпус, где собраны видеоматериалы, аннотированные материалы о том, как используют жесты, в каких контекстах русскоговорящие. Подобный, по-моему, проект существует и для туркоговорящих, для говорящих на немецком языке. То есть, наверное, здесь мы тоже могли бы провести подобную работу, я имею в виду людей, которые изучают коммуникацию, мусульманы, сломоведов, и собрать подобные аннотированные видеоматериалы, посмотрев, как же жесты используются в религиозной риторике, либо связанной с религией. И, наверное, тогда, когда мы накопим достаточно большое число показательных примеров, можно будет говорить о неком доказанности этих выводов или этих наблюдений. Следующий момент касается, который бы я хотел обратить внимание, возможности применения анализа жестов в качестве исследовательской методологии. И я думаю, что эти возможности пока довольно ограничены из-за их трудоемкости. То есть, на самом деле, вот даже анализ речевой продукции в интервью, кто делал, знает, то есть, контент-анализ, например, другие методы анализа, они также очень трудоемкие. А добавление к ним анализа жестов еще более увеличивает объем поступаемой информации. И поэтому пока, наверное, на данном этапе это, наверное, не такой простой метод, который могут овладеть все. Но, с другой стороны, я вижу здесь оптимистичный прогноз, потому что вот это бурное развитие последних лет информационных технологий, например, на основе нейросетей, которые распознают поведение человека, могут привести к тому, что анализ жестикуляции будет делать уже за нас компьютер. И это, конечно, даст огромный толчок, революционный толчок в этой области. То есть это избавит от вот этой кропотливой, достаточно тонкой работы по осмыслению, аннотированию жестов. И я думаю, что это может дать возможность уже применять эти методы более широкому кругу специалистов. Ну, собственно, вот я, по-моему, уложился в отведенное время. Большое спасибо за внимание тем, кто выдержал мое выступление до конца. Пожалуйста, если есть вопросы, комментарии, буду рад обсудить. Спасибо большое за лекцию и возможность больше узнать и о жестах. Я думаю, после сегодняшней лекции как минимум мы по-другому будем воспринимать не только то, что слышим, но и то, что видим. еще раз большое спасибо и уважаемые участники, действительно, у нас есть еще время, поэтому, если у вас остались вопросы, вы бы хотели что-то уточнить, пожалуйста, вы можете воспользоваться чатом или, да, я вижу, у нас уже есть комментарии, что лекции слушали всей группой психологии религии. Спасибо, что поделились и если есть вопросы, комментарии, хотели бы что-то уточнить, вы можете воспользоваться микрофоном, включить и задать вопрос, можете записывать в чате, поэтому приглашаем. Здравствуйте, можно задать вопрос? Да, Здравствуйте. Очень рада видеть у вас очень интересная лекция, у меня такой вопрос, я, может быть, не в самом начале подключилась, в любом случае, но, как вы говорите, действительно, в качестве методологического метода, да, есть ли жестикуляция, либо нет жестикуляции, мы вот, меня зовут Агирим, я, извините, не представилась, я из Казахстана, у меня была статья в прошлом году по лидерам суфистских групп, она вышла в Скописовском здании, и там мы с моим соавтором тоже выделяли, но я почему этот момент выделила, есть ли жестикуляции и вот эти вот речевые подчеркивания тех или иных аспектов с помощью речи, с помощью голоса, высоты и есть ли жестикуляция у наших казахстанских суфистских лидеров, но как бы, как вы говорите, действительно, вынести и сказать это какой-то как гердит, что это приводит к этому или это не приводит к этому, и теперь вот благодаря вашей теме я прям мне стало интереснее действительно, потому что я на это смотрела, но вот действительно как это все-таки какие-то исследовательские рамки, это было немножко сложновато действительно, и вот в любом случае, насколько я поняла, я немножко поздно подключилась для того, чтобы мне развить вот эти идеи, у меня как бы исследовательская призма это суфизм в Казахстане и в том числе вот институт лидерства, лидеры, женщины-лидеры, вот насколько они используют вот эту жестикуляцию, потому что есть, например, один из лидеров, он очень известный, его называют бывшим афганским идеологом, то есть, как вы говорите, у него тоже во время его проповеди, даже видеозапись есть, и он палец вверх, есть лидеры, которые вообще не используют никакую жестикуляцию, они просто ровно сидят, там во время сухгетов перед зикром есть какое-то введение, но там в принципе тоже никакой жестикуляции, ведь это просто влияет на восприятие наше, на восприятие последователей той или иной информации, правильно я понимаю, и все, но сказать, что это какой-то прям большой плюс к радикализации, или большой плюс к восприятию прям сильному религии, наверное, так мы не можем сказать, насколько я правильно вас понимаю. Герим, спасибо большое за вопрос и за интерес к лекции, я вот сейчас живу в Ташкенте, если как бы у вас будет желание погрузиться в эту тему, я с удовольствием могу поделиться материалами, потому что я знаю, на первых порах мне тоже было сложно, этот вопрос аннотирования, как осмыслять эти жесты, то есть нужно этим языком овладеть еще, то есть уметь распознавать их, потому что мы все-таки живем довольно логоцентрической цивилизации, то есть мы всегда уделяем внимание речи, а вот то, что касается невербальным, то есть мультимодальным аспектам, мы не очень обучены, наш глаз не привык осознавать, а что это значит, то есть где-то мы понимаем, где-то мы не понимаем. Что касается вашего вопроса, я бы здесь сказал, наверное, что могут быть в жестикуляции какие-то культурные еще особенности, возможно, особенности религиозных сообществ, потому что я, например, когда отбирал для этого выступления, тоже проповеди, я признаюсь, все выступающие это дагестанские проповедники, то есть это Кавказ, и, как мы знаем, эти люди намного более экспрессивны, то есть для исследовательских целей удобнее анализировать их, потому что они очень активно показывают, то есть я сравнивал с татарстанскими, например, проповедниками, татары, как народ более северный, более, может быть, сдержанный, то есть используют более скупо, тоже есть жетикуляция, но более скупая, но здесь тоже уже это, наверное, требует более, то есть это менее показательно для, скажем, лекции, но мы можем заметить микродвижения, то есть это часто движение головой, то есть эти, например, движения вверх-вниз ты часто видишь как опускание головы вверх-вниз или маркирование правого-левого, это может быть небольшие движения головой и так далее. То есть это, в принципе, тоже можно анализировать, но это требует, наверное, более точных и тонких осмыслений и калибровок. Возможно, что определенные люди, учившиеся, например, в Саудовской Аравии, или в Египте, тоже приобретают, как я вижу, некоторые жесты. Вот, например, этот жест удаляющий, который, мне показалось, часто используется людьми, которые обучались, так скажем, на Арабском Востоке. Может быть, там это более принятый жест. Я думаю, эти аспекты тоже имеют место быть, и это очень интересно, надо их изучать. Хорошо, да, спасибо, действительно. Здесь ведь есть не только личные особенности, ты сам глиник, холерик, насколько ты экспрессивный, эмоциональный, но действительно есть и культурные, и ментальные особенности. Даже если нас казахстан брать, действительно, северяне, южный регион, они отличаются действительно, да, и по уровню жестикуляции действительно тоже. Хорошо, спасибо, будем думать теперь на статье. Большое спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Да, также у нас есть слова благодарности в чате, также есть комментарий от Юлии Шаповал, что Мерселя дописал о неоднородности пространства для верующего человека, и думаю, ваша лекция продолжает его идеи в какой-то мере. Юлия, спасибо за такой ценный комментарий. Да, спасибо. Уважаемые участники, будут ли еще вопросы, комментарии? Саламу алейкум. Алейкум асалам. Алейкум асалам. Даниэр Мурадилов, преподаватель арабского языка. И я недавно подключился, к сожалению, пропустил время, и не с самого начала слушал лекцию. И у меня вот вопрос. У некоторых арабских векторов есть в жестикуляции. Особенно есть такой вот Аль-Карани. У него вот так вот жестикулируется. Иногда вот так вот делает, иногда вот так вот делает. Что могло бы это означать? Связано ли это с масонством, или с сионизмом, или, я не знаю, что-нибудь еще. Вот у меня вот в этом вопрос. Спасибо. Спасибо. Немножко проблемы с интернетом, к сожалению. Нет, мы вас слышим, все хорошо. Я вот прервался, и вопрос меня полностью. я им не услышал. Уважаемый Даниэр Ака, если вы повторите, просто у меня интернет полностью вылетел во время, когда вы начали говорить. Вот это вот что означает у арабских иногда векторов? А, вот этот... Здесь, наверное, не смогу объяснить. Ну, если это часто используется, это вот есть как бы понятие... Связано ли это с масонством, или с сионизмом, или наподобие что-нибудь этого? Ну, вот я вначале говорил как раз об этом, что есть разные типы жестов, да, то есть это вот континуум кендона, так называемый, что бывают жесты, которые как бы как жестикуляция, да, то есть они обязательно сопровождаются речью. И тогда, когда мы их интерпретируем, мы можем, анализируя речь, да, контекст высказывания, понять, что вкладывается в жест. Вот то, что вы показываете, это, скорее всего, жест-эмблема, да, то есть некое уже узнаваемое, может быть, в неком сообществе, скажем так, жест. Ну, я его видел... Это рога, да, обычно так и показывают, есть в разных сообществах, религиозных тоже. То есть он такой достаточно популярный. Но что в данном контексте, наверное, я бы мог сказать конкретнее, если бы увидел, что человек при этом говорит, да, то есть какое сообщение он передает. Тогда, наверное, можно было бы признать. Речь самая обыкновенная, пятничная хутба, ну, скажем, на ежедневные темы, которые, допустим, дорад или что-то еще вроде этого, да. Но жестикуляция там очень обильная. И, допустим, есть вот такая жестикуляция, да, это у арабов-бедуинов, то есть они указывают, допустим, там, или там друг другу грозятся, или там, я не знаю, еще что-то, да. То есть жестикуляция вот эта вот, она может быть похожа что-то с пальпацией, что-то вроде бы, но она очень, ну, да, вот здесь вот есть как бы в комментарии, что это рок шайтана, голова тельца с рогами или голова козла, или вот как пятиконечная звезда, рога, уши, какого-то рога и копыта, да, извиняюсь, конечно. Вот что-то вроде этого. Может ли означать внедрение, допустим, масонских, сионистских среди, скажем, мусульман там и так далее? Существует ли какой-нибудь язык там секретный там вроде этого? Ну, я не специалист по масонству, но, насколько я знаю, там, да, есть свой жестовый язык, как бы скрытие. Тут же вот в чем особенность знаков, да, то есть они должны не только вкладываться, да, говорящим, да, в этот знак, но еще и прочитываться так. То есть нельзя передать значение, если оно непонятно. То есть жест, когда он использует, допустим, вот эти рога, да, то есть он будет понятен только тем, кто также, такой же смысл вкладывает в этот жест. Если для человека этот жест ничего не говорит, да, то есть то он просто не считывает и эту информацию не принимает. Поэтому здесь, наверное, это только общение со своими, да, то есть это возможно, но не как внедрение этого жеста там для людей, для которых это совершенно непонятно. Спасибо, Анатолий Азос. Спасибо вам за большой вопрос. Спасибо. Также спасибо, что подключаетесь в комментариях, принимаете участие. Уважаемые участники, у нас еще остается буквально несколько минут. Если есть еще вопросы, пожалуйста, подключайтесь. Я еще раз напомню, что у нас ведется запись лекции, поэтому все зарегистрированные участники получат ссылку на сегодняшнюю лекцию. У нас есть вопросы, извините. Ага, да, пожалуйста. Так, не можем включить. А, вот видео. Студент хочет задать вопрос мой. Вот мы прямо на паре включили, прослушали лекцию, обсудили все. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Меня зовут Асажан. У меня есть вопрос к вам. Вы в начале презентации акцентировали на жесты проповедника. У меня вопрос с этим связан. А почему должны отличаться жесты обычного человека от проповедника? То есть мы почему должны искать контекст в этом жесты проповедника? Да, почему я выбрал для анализа проповедника. То есть это было связано с моим интересом именно взаимосвязи, скажем, богословских представлений, религиозных представлений человека и его коммуникации. То есть проповедь, она в этом плане всегда тематична. То есть она всегда касается тех или иных богословских аспектов. И здесь удобный, это как исследовательский материал, что именно здесь мы видим, то есть это обязательно пространство, где мусульмане. То есть это общение между мусульманами. Во многом это ритуализировано. То есть есть некоторые рамки, правила риторик, то есть использование. И это всегда посвящено каким-то религиозным вопросам. То есть здесь более кристаллизованно мы можем видеть, как человек транслирует свои религиозные взгляды при помощи жестов. То есть это было связано именно с удобством. Но тем не менее, вы же видели, в конце я взял и интервью с мусульманками. То есть когда мы касались вопросов ислама, когда мы касались вопросов богослужебных, оказалось, что похожие жесты мы тоже можем найти. То есть действительно какой-то принципиальной пропасти между проповедью и обычной коммуникацией, когда человек рассказывает о себе, то есть о своей вере, в принципиальной пропасти нету, что примерно эти жесты одни и те же. То есть они, да, варьируются. Может быть, я бы сказал, что в обычных коммуникациях они не такие выразительные. То есть это может быть более спонтанные. Но может быть, даже они более неосознанные, я думаю. То есть потому что человек не готовится к этой речи, он говорит то, что думает вот сейчас, отвечая на мой вопрос. Но при этом все равно, как мы видим, даже спонтанно эти вот иерархические отношения, тоже мы их можем наблюдать. То есть вверх и низа, правого, левого, то есть в центре периферии. Все равно эти девушки, с которыми я разговаривал, они как бы неосознанно, спонтанно к этим средствам выразительности прибегали. То есть да, действительно, здесь я не вижу с вами согласия никакой пропасти между проповедью и обычной коммуникацией. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Что ж, наше время подходит к завершению. И от команды по подготовке от Международного института исламской мысли мы выражаем огромную благодарность нашему сегодняшнему лектору, доктору Камиле Насибулову. Также благодарим вас, уважаемые участники, что вы присоединяете за ваше активное участие, вопросы, комментарии. Еще раз напомню, что в ближайшие дни запись лекции будет доступна к просмотру на YouTube-канале Института интеграции знаний, поэтому у вас будет возможность пересмотреть или посмотреть сначала. Также приглашаем подписываться на наш YouTube-канал Института интеграции знаний, а также страницу в Facebook-ке, где будут публиковать основную информацию и дальнейшие анонсы. На этом мы будем завершать нашу сегодняшнюю лекцию. Еще раз огромное спасибо нашему лектору, а вам также, нашему участнику. Спасибо. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok